Всем привет ребят, с вами Megabzor.com, сегодня у нас на тестах игровой коврик от компании Marvel, это модель G2, модель крупных размеров, также эта серия включает версию G1 и G3 удлиненной. Все они объединены схожим исполнением и дизайном рисунка на лицевой стороне. Насколько он хорош, можно ли экономить, не переплачивая за бренда на коробке, разберемся в ходе детального тестирования. Поставляется Marvel G2 продолговатую коробке с прозрачным окошком, позволяющим оценить внешний вид свернутого внутри коврика. На гранях упаковки приведены данные по названию и характеристикам. Комплектация включает только набор документации. Габариты коврика Marvel G2 составляют 520 на 350 мм. При использовании мышки в паре с клавиатурой без цифрового блока, его хватит расстелить под всю периферию. Также, как вариант, можно рассмотреть версию G3. У нее длина более 70 см. При размещении на ровной поверхности коврик сразу выравнивается без неровностей. Толщина покрытия 3 мм. Состоит он из прорезиненной основы и внешнего покрытия синтетической ткани со специальным типом плетения. На внешней поверхности нанесено изображение с преобладанием агрессивного красного цвета. Первая ассоциация, которая возникла, связана с серией игр – это «Войны за тебе» от Common Square. Опыт длительной эксплуатации говорит, что можно не переживать с сохранностью рисунка. Сколов и потертостей за время тестирования замечено не было. Основание из резины с мелким текстурным рисунком. По рабочему столу не скользит и не смещает с перерезки в движениях. Края аккуратно проработаны, заусенцев и выступающих ниток нет. Тестирование Marvel G2 совпало с тестами игровых мышек Marvel 418, который у нас еще выйдет на канале MadCats Red 8, Red Theory и Creative Sound Blaster XH-M04. Все это мышки с разными сенсорами и разной чувствительностью. Со всеми четырьмя мышками мы не испытывали проблем со скольжением по коврику. При перемещении посторонних шумов не замечено. Двигаются они плавно. Курсор четко перемещается в нужную зону без поддергивания. Игровой коврик подходит под медленную и высокую чувствительность. Есть вероятность, что с некоторыми клавиатурами будет не хватать длины коврика. В идеале перед покупкой рекомендую замерить необходимую длину для дальнейшего выбора между, например, Marvel G2 и Marvel G3. Если же под клавиатурой коврик не нужен, можно сэкономить и взять модель G1. Хотя по опыту использования удлиненные коврики удобнее в эксплуатации. Коврик Marvel G2 произвел очень приятное впечатление. Эффектный рисунок, плавное скольжение, большая площадь рабочей поверхности, устойчивое расположение. Он не уступает по удобству и качеству исполнения многим решениям от конкурентов с менее привлекательными ценниками. Рассматривать его можно как в пару к игровой периферии, так и для улучшения комфорта работы за рабочим ПК. С удовольствием обсудим с вами Marvel G2 в комментариях, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.